МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Карина Щербакова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Принято решение по ряду важных вопросов. Депутаты Думы города Лабутнанги 5-го созыва встретились на очередном заседании. С Зайцем в автобусах теперь не место. В городском транспорте работает система подсчета пассажиров. Лабутнанская команда клуба 40 метров в секунду вернулась с наградами. Чемпионат по управлению дронами проходил в ноябрьске и собрал участников со всего Ямала. Сегодня мировая общественность отмечает День борьбы с полиомиелитом. Его главная цель – донести до всех людей информацию об опасности болезни. Путешествия в страну безопасности отправились воспитанники детского сада Едейка. В формате игры для ребят прошел урок дорожной грамотности. Депутаты Думы города Лабутнанги 5-го созыва встретились на очередном заседании. В повестку было включено 10 пунктов. Это внесение изменений в устав городского округа, обновленное введение реестра муниципального имущества и другой ряд вопросов. Подробности далее. Заседание началось с приятной ноты. Добрые пожелания и поздравления с днем рождения принимал депутат Артур Туровцев. Затем народные избранники перешли к делам насущным. В повестку было включено 10 вопросов. Депутаты поддержали решение внести поправки в устав городского округа в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. 131-й федеральный закон дополняется нормой, согласно которой полномочия лиц, замещающих муниципальную должность депутата, выборного должностного лица, местного самоуправления, прекращаются досрочно в случае приобретения ими статуса иностранного агента. С этого года участники специальной военной операции и члены их семьи федеральным законом освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Народные избранники предложили применять данную меру поддержки и для родителей-усыновителей участников спецоперации. Следующий вопрос касался внесения изменений в решение Думы об установлении земельного налога в соответствии с Федеральным налоговым кодексом. Федеральным законом в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, увеличены предельные ставки налога с 2% до 2,5% от кадастров и стоимости имущества. Таким образом, внесение изменений в пункт 2 решения Думы об установлении номер 22 об установлении налога на имущество физических лиц необходимо в целях приведения данного решения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. По данным окружного управления Федеральной налоговой службы, на нашей территории нет объектов налогообложения, кадастровая стоимость которых превышала бы 300 миллионов рублей. Соответственно, увеличение налоговой ставки жителей не затронет. Также народные избранники обсудили и остальные вопросы, в большинстве своем носящие технический характер, и утвердили их. Теперь следующее заседание состоится 29 ноября. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, информационное агентство «Лабутнанги». Зайцам в автобусах теперь не место. В городском транспорте работает система подсчета пассажиров. Исходными данными являются изображения, полученные с видеокамер, установленных в салонах. О плюсах проекта «Автокондуктор» расскажет Ирина Яковлова. Водитель автобуса второго маршрута сегодня работает со стажером. Автотранспортному предприятию требуются специалисты. Я на «Газеле» работал, то есть это маломерная машина-автобус. И предложили сейчас на большой автобус. Я согласился. Большие автобусы на «Экотопливе» – последнее пополнение автопарка. У Александра Смирнова большой профессиональный стаж. Он разным транспортом управлял. На таком комфортном автобусе, говорит, работать приятно. Да вообще-то хорошо. Поначалу казалось, что это будет сложно. А потом, когда уже накатали какие-то часы, уже даже нравится. Не так давно мы переняли опыт наших коллег из города Нового Ренгой и дооснастили наши автобусы системой пассажиропотоктов и автокондукторов. К ней работают эти программы взаимосвязи и с интеграцией с такими системами, как автоматизированная система оплаты проезда и система спутникового позиционирования. И вот вкупы все вот эти программы, этот конечный программный продукт автокондуктор, он позволяет выстраивать удобную для считывания информацию, для восприятия. Вся информация передается с видеокамер. Две в кабине водителя, одна на дорогу и здесь в салоне. Раз, два, три, четыре. То есть мои действия одновременно фиксируют четыре видеокамеры. Ну и, конечно, видеокамера городского телевидения. Все нормально. Пусть камеры будут, они нам не мешают. Везде хоть все отслеживаются, все везде отслеживаются. Что-нибудь случится, и хоть есть камера, хоть посмотреть. Для школьников это очень удобно. Потому что уже часто оставляют и портфель, и свои все вещи. А потом вот начинаешь искать водителей, всегда остановятся, всегда подойдешь к ней, говорит, или там оставил в диспетчерской, или где-то в автобусе, идет, проверяет. У меня вот внучка так вообще часто что-нибудь забудет. Так что очень удобно. Для детей удобно, тепло, аккуратно, хорошо. Камера вот она, уже никто не буровозит, нету таких инцидентов. Да, я каждый день езжу в школу один. Пусть тут и без ремней, но очень даже безопасно. И пассажиры довольны, и автотранспортникам хорошо. Полученные данные помогают управлять перевозками наиболее эффективно. Выбираем любой автобус, который был вчера, к примеру, на первом маршруте. Возьмем автобус с номером 506. И выберем отчет по пассажиру потоку. Выбираем сформировать отчет. У нас сформируется вот такой отчет. И мы видим наглядно, где, на какой остановке, в какое время. То есть, например, на Меркурии сел один человек. До этого было 15, на поликлинике было 15. Меркурии один, итого 16. Следующая улица Октябрьская, двое вышло. В автобусе осталось 14 человек. Самые у нас востребованные загруженные остановки, это, наверное, остановки поликлиника, железнодорожный вокзал. Остановки Заполярная, улица Брусничная. Вот, наверное, самые загруженные. И если по Харпусу, то второму маршруту брать, это остановка Пятачок. Вот у нас есть дополнительные маршруты, такие как 1D и 2D, которые как раз и предназначены для того, чтобы разгрузить пиковые нагрузки на автобусы в часы пик. Это утром и вечером. Вот и 4, я бы спросила. А, перед тобой. Каждый день на маршруты, помимо резервных, 25 автобусов выходят. Наличие безопасного, комфортного транспорта является показателем благосостояния города. Ирина Якубова, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанги». Лабытнанская команда клуба 40 метров в секунду вернулась в чемпионат по управлению дронами. Фестиваль проходил в ноябрьске и собрал более 30 участников со всего Ямала. Юные пилоты блеснули мастерством в обслуживании и управлении беспилотниками. Тему продолжит Рай Ермолаева. Продвинутые операторы дронов со всего Ямала съехались на Ябрьск, чтобы показать высший пилотаж. Среди участников и наши ребята – Константин Лютиков и Евгений Гончар. Как и в любом спорте, шансов на ошибку нет. Например, на одном из этапов необходимо было на скорость пройти несколько кругов трассы, пролететь через фигуры, не задев конструкцию и не сбившись с пути. У нас было порядка семи испытаний. В первый день, честно говоря, первый день испытаний у ребят не задался. И были переживания, но второй день они собрались, показали то, на что способны, то, что действительно они могут, свой потенциал раскрыли полностью. Целый комплект наград привезли лобытнанские старшеклассники с фестиваля. Два командных места в категориях технический симулятор, бронза, в гонке дронов – золото. А также в личном зачете наши спортсмены-пилоты забрали все призовые места в разных номинациях. Первое место! 40 метров в секунду! Самым сложным, но при этом интересным этапом, я считаю, командные гонки, потому что здесь проверялась не только твоя подготовка в плане техники и скорости реакции, но и общая ваша слаженность команды, как вы будете вместе работать. Ребята уже не раз выезжали на разные соревнования дронов, но такой результат показали впервые. Константин Лютиков и Евгений Гончар занимаются пилотированием у Илнара Габдрахманова всего год. Как и все новички, изначально осваивали полет на симуляторе. Это необходимо, чтобы почувствовать управление, отработать резкие подъемы и спуски. Только после тренажеров ребятам доверили летательные аппараты. Все соревнования, само собой, являются для меня очень значимыми, потому что они показывают, насколько чему-то научился за все то время. И вообще, как-никак, выезды из города все равно очень приятно. Потому что, ну, хоть чего-то добился. У ребят не за горами экзамены. Сейчас они упорно готовятся к поступлению в ВУЗы. Кстати, в планах у юношей связать свою жизнь с программированием и стать профессиональными операторами дронов. Рай Ермолаева, Владимир Николаев, информационное агентство Лабытнанги. Сегодня мировая общественность отмечает день борьбы с полиомиелитом. Его главная цель – донести до всех людей информацию об опасности болезней и осложнениях, вызванных ею. Медики напоминают о возможной угрозе и говорят о необходимости своевременных мер профилактики. Опасный вирус вначале может маскироваться под банальную простуду – расстройство желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период длится до месяца, но первые признаки инфекции проявляются в первые недели после заражения. Но специфическим симптомом для этой болезни являются параличи. Вот если уже когда начинаются параличи, это значит уже вирус добрался до нервной системы и поразил двигательные мотонейрой. Мы начинаем обследовать ребенка. И чем меньше очаг поражения, тем прогноз более благоприятный. Остановить последствия страшного заболевания, передающегося с грязной водой, продуктами питания и воздушно-капельным путем, в свое время помогла массовая вакцинация. Прививки ставят с трехлетнего возраста. Родители, сомневающиеся в их необходимости, рискуют здоровьем своих детей, особенно при посещении ими дошкольных учреждений. Ребенок вакцинированный. Ему сегодня поставили оральную полимилитную вакцину, капли. И этот вирус выделяется, ребенок выделяет этот вирус в течение двух месяцев. И ребенок, который не вакцинирован, он может получить этот вирус и заболеть. Поэтому у нас по санпену положено, если в группе есть такие дети, не вакцинированные, и при проведении оральной полимилитной вакцины мы этих детей отстраняем на два месяца. Врачи советуют родителям не считать полимилит пережитком прошлого, не подвергать опасности жизни детей, отказываясь от вакцинации. В путешествия в страну безопасности отправились воспитанники детского сада «Едейка». В формате игры для ребят прошел урок дорожной грамотности. Самые смелые и умные имели возможность посидеть за рулем патрульного авто. Красный глазом засияет и идти не разрешает, а зеленый глаз зажжет, иди смело пешеход. Ребята, почему на зеленой можно дорогу переходить, как вы думаете? Потому что машины остановятся и можно переходить. А на красной почему нельзя? Потому что машины могут ехать и сбить. Ребята с легкостью справились с заданием от светофора. Сразу понятно, что уроки дорожной грамотности в детском саду напрасно не прошли. Сегодня в гости к дошколятам приехал полицейский инспектор. Вместе им предстояло понять, что такое безопасность и от кого она зависит. В это кресло мы садимся и аварий не боимся. Чтобы не было беды, кресло ты сидишь. Правильно! На этом испытании маленькие пешеходы могли почувствовать себя водителями. Им нужно было аккуратно перевезти ребенка. Спешка в этом деле не лучше, товарищ. На скорости из импровизированной машины выпал пассажир. Урок усвоен. У ребенка в автомобиле должно быть безопасное место. Когда я сажусь в машину, я всегда говорю, чтобы родители меня пристегнули. Каждое выполненное задание приближало малышей к победе. Они попробовали себя в роли дорожных регулировщиков. Попытались даже управлять автобусом на Скользкой улице. Состязались в знаниях правил дорожной азбуки. Молодцы, ребята. Сообщая, им удалось найти ответ на главный вопрос. Дорожная безопасность зависит от нас. Знакомство с патрульным автомобилем для знатоков ПДД стало лучшей наградой. Сидя за рулем, мальчишки представляли себя настоящими героями дорожного правопорядка. Мальчишка нужна, чтобы, например, вызвать на помощь другой наряд, да, себе подмогу, если вдруг нарушителей очень много, либо что-то происходит страшное, да, либо связаться с другими коллегами. Машина нужна, чтобы остановить преступника и подмогу вызвать, чтобы подрезать и мигалку включить. А как ты думаешь, на дороге много нарушителей? Нет, не очень. А как ты думаешь, вот кто нарушает чаще, водители, либо пешеходы? Эм, наверное, водители. Непослушные пешеходы тоже пополняют дорожную статистику. Эти малыши дали инспектору честное детсадовское слово. Жить по правилам больших дорог. Светлана Киль, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанги». На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги». Светлана Киль, Владимир Николаев. Светлана Киль, Владимир Николаев.